Всем привет! У микрофоновеля, дамы и господа! Чем ближе мы к обновлению 0.20.0, тем больше всяких интересных сливов на просторах интернета. Поэтому я собрал всё самое лучшее, чтобы поместить в этот ролик, да, собственно, чтобы вы его посмотрели и офигели. Потому что очень много чего интересного, поэтому не забудь сразу поставь лайк, подпишись на канал с колокольчиком И обязательно в таких разговорных форматах очень важно мне знать твоё мнение, поэтому обязательно пиши в комментарии. Так, сразу быстренько там я за кадром купил уже кейсик, да, чтобы не тратить время. Ну что, очень много о чём можно поговорить. Первое, конечно же, это трейлер Stand of 2.0.20.0. Опять же повторюсь, почему мы так ждём трейлера? У меня типа многие пишут, Веля, ну а чё трейлер-то? Ну это просто типа, это же просто видеоролик, Веля. А почему вы ждёте трейлер больше, чем обновление 0.20.0? Типа, а я тебе всё объясню, потому что в трейлере всё покажут. В трейлере покажут новый функционал обновления, скины, может режимы, может карту, оперативник, Акаталья Молотова. Всё покажут в трейлере, обязательно. Тем более это трейлер, сколько, четвёртого получается сезона. Трейлер будет большой, там может быть на минуту, на полторы минуты, да. Прям, прям максимально классный. В общем, мы всем комьюнити ждём, потому что посмотрим трейлер, и мы сразу поймём, что будет добавлено в игру. Поэтому трейлер это хорошо. Недавно покопавшись в коде игры, мы узнали, что разработчики уже почти закончили трейлер. То есть смотри, у нас есть что? У нас есть получается вот этот баннер, да. Типа, ты тыкаешь на баннер и переходишь на ютуб-трансляцию, собственно, гранд-финала. И сразу поня... Ну, типа, как бы там, там ребята покопались, там, я не знаю, пакеты ловили вроде, типа, и так далее. И узнали, что готовится, получается, баннерочек, вот такой вот, типа, это баннер, он кликабельный. Который будет переводить на трейлер. И мы сразу видим то, что гранд-финал, там, типа, там, это было всё с 15 июня по 27 июня. Сейчас я записываю ролик, и сегодня же я его выпускаю 26 июня. То есть по сути, по сути, да, конец, собственно, июня близок. И, опять же говорю, как я и говорил, в конце июня, в начале июля нам покажут трейлер. А трейлер нам покажет всё, абсолютно всё, что будет в обновлении, знаешь, абсолютно всё. Мы будем под лупой, под микроскопом, ну, типа, смотрите этот трейлер, понимаешь, потому что трейлер, это очень и очень важно. То есть мы увидим трейлер, мы узнаем точно, типа, что будет прям 100% в игре. То есть, знаешь, без всяких там догадок, потому что, то есть, как бы, мы ловили пакеты ещё более-менее, потом что-то с пакетами случилось, да, как бы. Уже какое обновление, как бы, ну, ты не можешь словить пакеты, потому что, видимо, они сделали отдельный сервер для вот этих вот билдов и так далее, которые, там, типа, 0.20. Ну, как бы, отдельно от, как бы, от самой игры, от релизной. Но трейлер, это прям, парни, всё, трейлер ждём. Там напиши, ждёшь ли ты трейлер, что ты ожидаешь в трейлере, какой ты, собственно, хочешь вот эту вот стилистику нового сезона, потому что, напомню то, что у нас стилистика третьего сезона, это, ну, типа, это Азия. Это Азия, это Якудзи, это, типа, вот это вот, это всё, вот это вот, там, по красоте, понимаешь, да, о чём это, там, типа, Сакура, это такое, типа, знаешь, тоже, типа, азиатский какой-то, вот именно азиатская карта, все дела. И Хэллоу у нас был тоже азиатский, потому что Юкая, типа, мы все ждали, ну, типа, зомби, а там Юкая, мы кивязь, бе. Вот, в каком стиле ты ждёшь четвёртый сезон. Хорошо, следующее, это, наверное, может быть полезная новость для контент-криэйторов, но очень важно узнать мнение у вас. Также в коде игры нашли поддержку автора, ну, то есть, там есть код, я даже давай сейчас быстренько пока, как бы, собственно, открываю кейсик, сейчас я быстро эту новость открою, как бы, как говорится, да, сейчас я быстренько открою эту новость, вот она была вот здесь, по-моему, да. Так, ну и, собственно, вот она сама новость, в коде игры появилась функция контент-криэйтор, в этой функции, с этой функцией связан некий код и никнейм, также присутствует проверка того, какой код вёл человек, то есть, что это такое? Это правильно похоже на код автора. Что такое код автора, если ты не знаешь? Вот, допустим, ты заходишь в игрулечку, да, ты такой, типа, хм, пойду-ка я задоначу, такой, там, типа, тыкаешь, да, и здесь где-нибудь у тебя будет, типа, поле ввода, и ты пишешь код автора, Веля, например, да, и доначишь, там, допустим, я не знаю, там, типа, ну, на 100 голды, да, типа, за 119 рублей, и, типа, тем самым ты себе голдишечку получаешь, плюс ещё чем-то поддерживаешь своего любимого блогера, да, допустим, там, сидя у каждого блогера, там, будет по, там, типа, по коду автора, вот, и, собственно, ты вводишь код автора, ты делаешь, там, типа, донатик, всё, и летс гоу, блогер получает какую-то копеечку. Ну, интересно, собственно, как вы к этому относитесь, будете ли вы поддерживать блогеров, вот, потому что, опять же говорю, если эту функцию ведут, то этой функцией нужно пользоваться, и, ну, типа, чтобы, а, все ли видели, что эта функция востребована, а блогерам нужно делать много классного контента, и ещё говорить, что, мол, типа, вот мой код автора, пожалуйста, как бы, используйте его. Мне кажется, это всё было бы интересно, потому что, как бы, ну, авторов поддерживать это офигенно. Вспомним, том же самый Фортнайт, вспомним Бравл Старс, что у того, что у той игры, что у той игры, всё очень хорошо и очень классно, в плане именно медийной поддержки, типа, авторы стараются делать офигенный контент, чтобы, собственно, вы потом, как бы, все, как бы, на кайфах поддержали и их, понимаешь? Типа, там, помимо лайков и так далее. Вот, код автора, это очень хорошо, это очень круто, лично моё мнение, не знаю, что вы думаете, собственно, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. И, интересная новость, здесь, наверное, я вот посвящу большое количество, вот, вот, большой отрезок, собственно, ролика, да, кто-то начал, ну, типа, кто-то начал информацию пихать, собственно, о том, мне в голову, о том, что следующий неймлесс нож, то есть у нас есть Долл Даггерс Хармони, у нас есть Керамбит Голд, ну, типа, да, что следующий нож, неймлесс, будет статрековский. И я понимаю сейчас, я понимаю сейчас, слухи слухами, но, опять же, говорю, вот, вот сколько слухов было, да, сколько слухов было, и, ну, я тебе скажу так, то, что, наверное, каждый третий слух, он был, ну, реальным, этот, как бы, это был слух слух, а потом, хоп, в релиз добавили, и всё, и габело. Вот, и тут, как бы, наверное, ещё скажут, типа, Веля, какой статрек-нож, ты чё несёшь, Велясик? Типа, статрековские пушки? Да, одно дело, потому что, ну, мол, типа, ну, вот, ну, вот здесь плашечка, статрек, типа, и всё, и классно, какие статрековские ножи, ты чё несёшь? А я тебе скажу вот что, то, что, ну, допустим, в CSGO есть такая функция. В CSGO есть статрековские ножи, типа, это нож, и там, типа, царапулечками, типа, короче, это, там количество киллов сделано. Вот, это прикольно, это прикольно, это классно, это визуально выглядит очень офигенно, и статрековские ножи, ну, извините меня, очень много вообще стоит. Мне, как бы, ну, статрековские ножи, ребят, статрековские ножи. Я даже опять ещё раз загуглю, чтобы, как говорится, не быть голословным. Я прямо сейчас, вот, проверил прямо сейчас, и, ну, есть, есть статрековские ножи, есть, и они довольно-таки дорогие, типа, это очень классно, поэтому, на самом деле, вот, вводить это в кейсы было бы довольно-таки глупо. Почему? Потому что, как бы, ну, а хрен его поймёшь, ну, типа, как бы, ты не поймёшь, как аудитория, ну, воспримет статрековский нож, вот, потому что я, как бы, в своём общем кругу, да, так сказать, я говорю, рассказываю, статрековские ножи такие, о, братанчик, ну, у нас есть уже сколько ножей, да, как бы, и нету их, и их статрековских версий, типа, а в чём прикол? Я говорю, так, добавят сначала неймлесс, посмотрят на, как бы, на, собственно, на, 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 на фидбэк, понимаешь, от, ну, типа, от игроков, а потом, а потом, вот, мы возьмём там, там, допустим, кейсики, да, а потом добавят, ну, прям реально, то есть возьмут и добавят к этим ножам ещё статрековские копии. Ты просто представь, теперь, помимо того, что ты выбиваешь нож, ты можешь ещё выбить статрековский нож, вот это, конечно, извините меня, как бы, не вя себе, это было прикольно, и самое главное, это логично, и самое главное, это логично, вот, потому что, как бы, ну, да, ну, надо, надо статрековские ножи, это классно, это прекрасно, напиши в комментариях, что думаешь по поводу статрековских ножей. Следующая тема, я что-то даже кейсиков нифига не открываю, не вя себе, потому что очень много тем, знаешь, вот что-то постоянно, постоянно какие-то вот темы, 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 Вот я все собираю в кучу, да, и быстренько тебе ролик делаю по красоте. Так вот, следующая тема, дамы и господа, по поводу реконструкции Сэнстоуна. Понятно, что нас ожидает переделка Сэнстоуна. Я очень надеюсь, что переделка Сэнстоуна это будет к 0.20.0, потому что пора уже. Потому что карта слишком маленькая, карта слишком старая. Карту нужно переделывать, карту нужно освежить. Но при этом я слышал то, что еще заниматься будет картой Rust. Я такой, зачем заниматься картой Rust? Лучше дать мне М4 Самурай, например, да? Зачем заниматься картой Rust? А потом подумал, я когда, короче, комментировал всякие турниры и так далее, да, вот, допустим, на Сайберстарсе. Вот, то, что карта Rust на самом деле дисбалансная карта. Вот, и помимо Сэнстоуна, то есть Сэнстоуна что будут? Расширять. Будут там новые текстурочки лепить. Будут там вообще по красоте делать все, чтобы шик и блеск расширять. Главное, боже мой, расширять. Ну, не ма... Уже знаешь, вот уже есть и Сакура, уже есть и Зона 9, уже есть и Провинцию изменили. Все карты широкие, большие, красивые. Сэнстоун, извините меня, маленькая узенькая карта. Типа, ну, типа Габелла, понимаешь? Вот поэтому нужно как бы это все дело менять, это все будет дело меняться. Что с Rust? Все очень просто. Rust сильно трогать не нужно. Что будет с Rust? Rust добавит еще один проход на Плэнт. Добавит еще один проход на Плэнт. Я не могу вспомнить какой. Наверное, на Б Плэнт, да, собственно, чтобы можно было зайти. Есть у Rust один очень больнючий Плэнт. Вот. И туда, чтобы можно было, типа, ну, провести еще один заход. Чтобы можно было спокойно там террористам залетать. Все дела. Чтобы можно будет уравнять всю эту движуху. Вот. То есть тоже мы, типа, ожидаем. И вот, на самом деле, сколько я уже роликов, типа, сделал по поводу обновления 0.20. По поводу новых всяких фиш, там, по типу, карты, там, всякие БП, бля-бля-бля-бля-бля-бля. И я понимаю то, что, блин, чуваки, это все может, это все сразу, это все сразу может быть в 0.20. Потому что, опять же говорю, 0.20.0 это обновление, которое нас должно удивить. 0.20.0 это обновление, которое нас должно просто, вот, знаешь, вот, чтобы мы такие просто в шоке были. Понимаешь? Чтобы мы такие, что? Что, Вилясик, что? Вот. Чтобы мы все офигели. Я очень надеюсь, что когда обнова выйдет, что я ее скачаю, я в нее зайду. И у меня просто лицо порвется, понимаешь? Потому что, опять же, кейс, БП, спин, граффити, пак, оперативники, молотов, скельтон-кнайф, сэндстоун переделанный, раз переделанный, новая еще карта должна быть. То есть это уже как-то 10 функций, надо сделать 10 всяких типа фичек. Вот. И ты такой офигеть. То есть, опять же говорю, то, что я постоянно говорю о том, то, что 0.20.0 это будет самое масштабное обновление. И это будет обновление, которое будет переплевывать абсолютно все обновления вместе взятых, понимаешь? То есть, я не соврал. И я очень надеюсь, что так оно и будет. Потому что у акселей, на самом деле, все по красоте отлажено. И я думаю то, что вот прям, вот, я не знаю, возможно, к 0.20.0 аксели готовили, ну, типа, аксели делали уже с, я не знаю, с прошлого года. Может быть, они такие, так, все, делаем новый сезон, летс гоу. Вот. И, а вот, например, какие-нибудь ивентовые обновления они делали, типа, знаешь, вот, делаю-делаю-делаю сезонные обновления. Они такие, так, ребятушки, нужно сделать ивентовое обновление. Быстренько такие, так, тык-тык-тык-тык-тык. Сделали готово в релиз. Все, типа, и продолжают делать сезонные обновления 0.20.0. Вот. В общем, капец, осталось совсем немного. Осталось, ребятушки, ну, считай, меньше месяца. А месяц пролетит вот так. Уже, знаешь, уже июнь пролетает, уже июнь пролетает незаметно. Помните июнь? Он так быстро пролетел. Это Габелла. Так и следующий месяц тоже пролетит очень быстро. Поэтому обновление мы увидим совсем скоро. А трейлер, а трейлер, ребятушки, можете уже держать руку на пульсе. Трейлер мы увидим совсем, совсем, совсем скоро. Осталось чуть-чуть. Вот, и, собственно, обязательно ждите от меня разбора этого обновления. Потому что я уверен, что там будет ультра много всего интересного. Ультра много всяких зацепочек и так далее. Давай откроем последний Скорпион кейсик, собственно. И я подытожу, что я сегодня вам говорил. Итак, давай. Первое, это у нас подготавливается баннер для релиза трейлера Stand of 2.0.20.0. Это понятно. Дальше код автора. Поддерживайте, не поддерживайте. Как вообще вам, ну, типа, эта движуха. Еще раз говорю, от меня это было бы классно. Я как контент-креатор говорю вам, да, собственно. Интересно, как вы это воспримете. Потом у нас, что у нас, статековский неймлис нож. Это, вот, это будет, знаешь, это будет, ну, просто невероятная пушечка. И мне кажется, то, что, как бы, ну, не в 0.20.0 это, конечно, добавит. Потому что у нас что? У нас, правильно, у нас Harmony еще. У нас еще Harmony на рынке висит. Собственно, все, оставьте в покое Harmony. Вот. И, там, не знаю, через полгодика, через год даже если. Вот даже через год выкатят статековский нож. Это было бы классно. Вот. И что еще? И то, что обновление будет самое крупное обновление вообще за всю историю Stand of 2, когда что-то вообще выходило. Самое крупное обновление. Ну, а у микрофона был Веля. Спасибо большое за просмотр, ребятушки. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть, и мы с вами вместе пощупаем 0.20.0. Лайк, подписка на канал с колокольчиком, плюс комментарий. И всем удачи! Пока, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok